Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем с вами карьеру за тренера в FIFA 23. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе. Буду рад от всех там увидеть. Ну и сразу вам такое задание. Если вам действительно нравится эта карьера, и вы хотите видеть карьеру за тренера в течение всей недели, то давайте наберем здесь 15 лайков, мне кажется, вам это будет не трудно. Ну вот, поможете тем, кому действительно нравится эта карьера, и в течение недели, с понедельника по воскресенье, у нас будет выходить карьера за тренера. Ну что ж, друзья, у нас сегодня точно будет открытие сезона, то есть наша первая официальная игра на посту главного тренера в Эвертоне. Я сделал многие перестановки, сейчас буду вам все показывать, рассказывать. Во-первых, план игры я проставил везде, и атакующий, и сверхатакующий, и защитный, и сверхзащитный я решил оставить такой, как у нас есть, потому что у нас, в принципе, сбалансированная вот эта тактика, схема игры, она и так сама по себе защитная. С пятью защитниками, плюс еще и опорник в виде ГУЕ. И вот, так же везде, давайте, к примеру, мы зайдем сверхатакующий. Проставил всем задачи, понятно, что там у Миколинга, к примеру, и у Колмана не те позиции, но так мы будем, скорее всего, выпускать игроков, того же Макнейла, либо Ивоби, в случае, если нам нужна вот, будет такая нужда, перейти на позицию, именно тактику, вот эту вот сверхатакующую. Вот, переходим в задачи, к примеру, к тем же защитникам, вот Кин, играет нападающего, и Колоди, тот же Тарковский, пусть хотя бы один, останется сзади при атаке. Вот, и так я сделал со всеми тактиками, посидел здесь, много времени заняло, два состава так проделал, поэтому, вроде, теперь все должно у нас работать в тот момент, когда я буду эти тактики переключать во время матчей. Так, нам приходит предложение по Соломону Рандону Фулхэм, его хотят забрать, так, а 3 миллиона я предлагал Страсбургу, и они отклонили, поэтому давайте мы тоже, наверное, с 3 миллионов начнем, а там дальше будем цену понижать, потому что, ну, хоть какие-то деньги я хочу за него получить. Так, 3 миллиона, они хотят 2 миллиона 600, напряжение сильно не выросло, давайте 2 800. Так, ну, здесь уже напряжение подросло, и мне кажется, сейчас они будут скидывать, давайте, все, соглашаемся, Рандон. Я, если не ошибаюсь, то Фулхэм в английской премьер-лиге, то есть для Рандона это сильно-то, не знаю, по сути, ничем, да, Фулхэм, вот, в английской премьер-лиге, он останется в АПЛ, но, правда, будет играть за команду, как казалось бы, чуть ниже по рейтингу состава, но задачи у них, мне кажется, такие же, сейчас просто закрепиться в АПЛ, избежать подвала турнирной таблицы. Так, и приходит еще одно предложение, здесь уже от Брайтона за 2 миллиона 450, ну, давайте я начну переговоры, и нам в любом случае надо постараться с Брайтона больше взять, поэтому можно уже, я не знаю, там, если мы 3 миллиона начинали с Фулхэма, давайте 2 миллиона, ну, 850, окей, 850, если вы хотите, забрайте этого игрока быстрее, то соглашайтесь. Я тоже сильно-то не буду сбавлять здесь на соточку потихонечку, нет, они говорят, что последний, ну, вот давайте, 2 700, если нет, то, ну, заберет его Фулхэм, а вы останетесь с Кукишем. Да, все, они сказали, что денег у них нет, ну, вот, 50 тысяч бы переплатили, чуть больше, чем Фулхэм, забрали бы его себе. Так, а нам пришло 2 предложения, кстати, по Дэвису, один от Аталанты, другой от Брэнфорда, причем в один день нам пришли. Дэвиса я никуда не выставлял, игрок более-менее для меня интересен, потому что, во-первых, англичанин, тем более, вот сразу же по Брэнфорду нет, Аталанты, ну, вроде бы, интересная команда, которая будет участвовать, там, скорее всего, в Еврокубках, если я не ошибаюсь, там, даже, может быть, Лига Чемпионов, либо Лига Европы, но вот Эвертон сейчас не участвует в этом турнире, но, в любом случае, у меня нет сейчас хороших средств, чтобы найти адекватную замену Дэвису. Даже если я сейчас с него возьму, там, 8 миллионов, попытаюсь, у меня еще 6 сверху, за 15 миллионов я хорошего полузащитника вряд ли себе найду. Но все же, давайте попробуем, чтобы хоть какой-то у нас был интерес, мне говорят, что можно 7,5 миллионов, давайте я 8 миллионов попробую выторговать по Тому Дэвису, и если получится, то постараемся купить нового нам центрального полузащитника на позицию Тома Дэвиса, 8 миллионов. Нет, они сразу, так сказали, расходятся, ну вот, 8 миллионов они отказались, хотя, Аталанта, вот именно команда, которая будет участвовать, естественно, в Еврокубках, ради игрока я готов был даже его продать, но вот. Так, у нас, так понимаю, Соломон Рандон сейчас будет покидать команду, да, здесь мы его провожаем, скипнем эту заставку, все, продан, денежки какие-то нам добавились, теперь у нас там вроде около 10 миллионов, достойная цена, вы могли получить на 50 тысяч больше прибыли, но тут уж, извините, как получилось, и говорят, нам нужна глубина состава, для того, что у нас всего лишь 2 ключевых нападающих, это Кальверт Льюин и Марсиаль, есть еще Кин, который в аренде в Ювенцию, но в любом случае 1,9 миллиона, ладно, не 2 миллиона, там с половиной мы получили, 2 миллиона, вот, новая девятка Фуллхама, посмотрим, какую там конкуренцию Митровичу будет навязывать. Ну что же, наши скауты нашли нам левых защитников, и я здесь набросал себе в центр трансферов тех игроков, которые, в принципе, мы можем потянуть по нашему трансферному бюджету, он у нас там стал 12 миллионов 700, и вот левого защитника подписать, из-за того, что у нас левый защитник арендован в Винагре из Спортинга, я предлагаю подписать левого защитника, если сейчас и получится, и Миколенко отдать куда-нибудь в аренду, может быть, найдем действительно, чтобы просто не платить сейчас Спортингу за то, что мы убираем их игрока из нашего состава, вот. Поэтому это мы сразу так на будущее, пока деньги есть, они в любом случае могут пропасть, особенно после этого сезона, бюджет будет обновляться, и эти деньги просто пропадут. Либо подписать возрастного Берната, вот, опытный игрок, либо подписать молодого Джеймса Джустина, вот, и умеет играть на двух позициях, мне кажется, вот, этот самый более-менее интересный такой у нас вариант. Нам говорят в районе 8 миллионов 800 тысяч, давайте попробуем по рыночной его цене, за 8 миллионов постараемся его подписать. Итак, подаем 8 миллионов, они хотят еще и с доплатой, чтобы мы отдали им Еремину, в чем мы еще должны заплатить, там, вон, 37 тысяч. Какой-то издевательство, но, скорее всего, сейчас больше будут просить за Джустина. Но нет, 8 миллионов мы договорились, даже сэкономили более-менее какие-то деньги, которые нам, как сказали наши помощники, что 8 800 надо предлагать, а мы 8 решили предложить, и Лестер согласился, и сейчас будем забирать интересных молодых игроков, ну, скажем, важный игрок, точно пока что он не ключевой, на 4 года, да, а там посмотрим, без отступных, конечно, и зарплату, ну, решил снизить, все, отлично, за 28, на 28 тысяч в неделю мы готовы его взять, и в итоге все, Джустин, третий уже игрок, которого мы подписываем к нам в команду, до этого был Марсиаль, и кого-то мы еще подписали, сейчас бы вспомнить кого, ну, да ладно, потом уже, вот сейчас, сейчас слово не вспомню, кого я подписывал еще, еще, и вот Джустин взял себе третий номер, ну, сейчас надо постараться нам Миколенко сдать в аренду, из-за того, что, ну, три фланговых защитника у нас, причем один арендован нами, лично не мной, вот, поэтому он мне сильно-то и не нужен, но деньги тратить на него тоже, как бы, не хотелось бы, а здесь на Б, ну, очень даже хорошо, на четверочку, мы подписали Жустина, вот, командный игрок, то есть, такого же уровня, того же Коумана может заменить при смене позиции, все, командный игрок, замечательно, если его сразу мы даже, кстати, может быть, попробовать его, кстати, на позицию Коумана, то и Миколенко тогда не надо будет сдавать в аренду, ну, действительно, давайте, может быть, так попробуем, то есть, подписали того игрока, которого сильно-то и не хотели на ту позицию, вот, но с Коуманом придется у нас вот попрощаться, да, подпишем сюда пока что Жустина, поставим на эту позицию, вот, ну, и давайте перейдем в центр трансферов, это раз, нам надо продать по транс Коумана, понятно, что легенда, понятно, что капитан, но, пусть себе вызов, может быть, новый бросит, у него и контракт как раз заканчивается с Эвертоном, уже минус один к рейтингу у него пошел, и теперь мне бы хотелось посмотреть, сколько будет Жустин менять позицию с ЛЗ на ПЗ, он, в принципе, может на этой позиции играть без потери там, но вот если именно основную ему делать, две недели сегодня же, давайте, поставим ему, вот, новый наш правый защитник, а молодили, действительно, у нас хоть, а, Спенса, вспомнил, да, мы и так подписали Спенса, но, в любом случае, по второму составу, если посмотреть, дальше у нас идет вот только вот, если центрального полузащитника менять, это вот Анана, но если смотреть по центральным полузащитникам, если менять того же Анану, либо мы копим на Гави, который стоит сейчас в районе 34 миллионов, либо World Pros, который 27,5, то есть деньги должны быть приличные, поэтому, мне кажется, все, вот, три трансфера мы сделали, Спенса, Жустин, Марсиаль, все, укрепили одну, причем, позицию, двумя трансферами, купив Жустина, сейчас переделаем его вправо, но вот зато постараемся избавиться от Колмана, вот, омолодить, тем самым, состав. Пришло предложение по Идрисе Гуе, хотят отдать нам Бекера взамен, в принципе, интересный вариант, можно было его, кстати, бы и рассмотреть, но даже за 9,5 миллионов я не найду хорошего полузащитника, поэтому, может быть, в начале бы трансферного окна я бы согласился, причем Гуе это возрастной игрок, тут же Байер, который в Еврокубках тоже играет, ну вот, я отклоню. Ну, были бы деньги у меня действительно сейчас лишние, я бы, может быть, согласился, потому что, ну, мне надо купить на его позицию того же Вард Прауса тогда, либо же Габи. Итак, по вашим предложениям, у нас был в списке трансферов в нашем шорт-листе Леонардо Тросса, и его сейчас может подписать Атлетика Мадрид. 16 миллионов они предложили Брайтону, поэтому, ну, вот, может игрок, который вас заинтересовал, уйти в другую команду. Итак, предложение точно такое же, то есть объяснение здесь такое же, как Гуи. Дукуре хотят забрать в Бенфику, команда тоже интересная, тем более она там чаще всего вроде из Португалии играет в Лиге Чемпионов, но нету у меня денег сейчас на замену, даже если за вот эти вот 14,5 миллионов я его продам. Должна быть адекватная ему замена, которую я вряд ли найду на такие деньги. Ну вот пришли, кстати, предложения, так, Гудфри хотят забрать в Уолверхэмптон, обменять на Эйтан Нури, которого я, кстати, тоже думал подписать, но нет. Нет, нет и нет. А вот Колман, вот это замечательно, в Германию, в Бокхум за 3 миллиона, 100 тысяч его хотят забрать, давайте я попробую, там 3200 говорят, ну, копеечку сейчас попробуем какую-то забрать, за 3,5 миллиона попробуем его продать. Так, 3,5 миллионов за опытного игрока, нет, они сразу, кстати, сказали, что нет, на отрез, ну, значит, будем дешевле пытаться в следующий раз. Итак, Кальверт Люин, нам здесь сообщает, тренер, я знаю, что в предсезонке выглядело не очень здорово, у меня были трудности, но теперь я с ними справился, если вы поставите меня в состав на матч против Уолверсэм, я покажу, как многое значат для команды. У тебя серьезная конкуренция, в команде незаменимых нет. Я скажу, действительно, с учетом жестокой конкуренции, замес в составе рассчитывать на игру каждую неделю практически невозможно, если только при каждой возможности не доказывать, что ты достоин попадания в состав. Давайте просто доверимся, я просто надеюсь, что действительно скрипт выпущу Кальверт Люина в старте, раз мы все-таки еще и попросил. Вот, ну, доверимся, так сказать. Но у нас еще и пресс-конференция. Итак, наш дебют в английской премьер-лиге, еще и дома, вроде, если честно, я сейчас не вспомню, ну, вот Дерби Каунти вроде тренировал Руни, но это было в чемпионшипе, а здесь уже дебют в английской премьер-лиге на тренерском мостике. Итак, я перехожу в руководство команды и пока у нас в составе есть Коман, я поставлю его, дам ему капитанскую повязку, буду надеяться на то, что он нам поможет. Так, что у нас, кстати, еще не посмотрел по игрокам на скамейке запасных. Марсиали, Вобби, то есть есть отличные игроки, вместо того же Винагре я возьму Жустина, если заберут его там зимой, спортинг будет отзаявлять от нас из этой аренды, то пожалуйста. Все, состав в наших кранах, я верю просто, что сегодня у нас получится, что-то, дождь, на Гудисан Парк, поехали. Ну что же, стартовал матч Эвертон Уэстхэм, сразу же взяли мяч под свой контроль, пытаемся точными передачами, здесь еще и на фланг, замечательно, Кальверт Льюин, пас, здесь уже был неточный, к сожалению, отобрали на чужой еще и половине поля и сразу же будем развивать свою атаку, 16 номер, удар, в штангу попадает Кальверт Льюин, все, вот просто замечательно, кто попал в штангу до Куре, и вот Кальверт Льюин забивает первый гол, ну можно сказать уже да, оправдал, то что попросил нас выпустить его, то что он все вроде как разобрался, мы поверили в этого парня и все, теперь можно спокойно поиграть, спокойно я надеюсь, но пока что Эверт Хэм в атаке очень опасный, я 1-1 сразу же, буквально, 20 минута, забивает Антонио, поэтому вот, менять ничего и не надо было, сразу же куда-то там уходить в защиту, например, ну теперь надо постараться снова забить, я верю в Кальверт Льюина, вот хороший был удар от Грея, зарабатываем угловой, но после первого тайма, счет 1-1, владение за нами, вот опять же, смотрите, один момент у Эсхэма, и снова где-то мы вот провалились, у нас было два момента, ребята молодцы, руководство команды, не буду, наверное, никуда переходить, продолжим, пока что, здесь я уже буду даже подумывать о том, чтобы пойти в атакующий момент схемы своей, но чуть-чуть уже попозже, там не знаю, может быть к 60-й минуте, потому что, ну, я хочу выиграть, естественно, этот матч, более атакующий, вот здесь отличный отбор, и бить можно, но будет, нет, углового не будет, здесь успевает защитник, так, Эвертон с мячом, опасный момент, и здесь перепасовки, подбор за нами, можно что-то здесь придумывать, пасовать, и в центр отдать, и забить же, нет, там Кальверт Люин вроде пробивал, так, Вестхэм в атаке, замены я провожу, не знаю, будут ли у нас они результативными или нет, и нет, забивает Боуэн, валевая пока что победу у Вестхэма, я уже перешел в атакующий, план на игру, не знаю, сейчас наверное будет сверх атакующий у меня на последние там 10 минут, но делать что-то надо, домашнее поражение от Вестхэма, владение за наше, на наше, так сказать, соревнование, 8 ударов у нас было, 3 момента, 2 момента снова у команды соперника, и они оба момента забивают, проблемы в обороне, больше я ничего не могу с этим поделать, так, после игры нам пришло 2 предложения, Дэвиса во Фрайбург, ну откровенно, потому что денег на замену нету, и Дукаре в Хитафе, так, пришло нам сообщение, что Жустин может поменять уже позицию, 2 недели у нас прошло, замечательно, поменяли, рейтинг 76, у него так и остался, все супер, пришло предложение по Холдгейту, наш центральный защитник, вот, кстати, насчет этого я бы, может быть, и подумал бы, у нас схема с тремя центральными защитниками, у нас в команде 6 центральных защитников, Холдгейт самый низкорейтинговый игрок во втором составе именно по защитникам, поэтому, мне кажется, было бы логично, его, ну, не на 2 сезона в Эльче, а на 1, отдать, он получит какую-то практику, потому что, в любом случае, мне кажется, за весь сезон, при сильной необходимости, я бы даже не использовал всех 6 его защитников, ну, какой-то будет играть, значит, чуть больше, чем остальные, поэтому, давайте на 1 сезон, договоримся мы, по зарплате 60 на 40, все, Эльче согласны, мы довольны, им нужен был, наверное, центральный защитник, все-таки, обратились к нам, все, практику парень будет получать, ну, у нас сейчас игра против Crystal Palace, они идут на 15 месте, мы на 16, мы, причем, играем сейчас на выезде, они также проиграли со счетом 2-1, только вот тут, интерес кому, Брайтону, тоже слабая, вроде, команда, Уэстхэм, понятно, посильнее нас кажется, потому что они там и в Еврокубках, вроде, играть будут в Лиге Европы, Эвертон и Crystal Palace, две команды, там, с низа турнирной таблицы, от которого я вот это вот просто хочу, от звания отойти подальше, просто откреститься, поэтому нам надо сегодня просто победить, Каллиж Льюин будет играть сегодня в старте, он на мое доверие заслужил, также сегодня Колман не будет играть, вот, Жустин поменял себе позицию, поэтому посмотрим на него с первых минут, также ничего не буду менять, пусть у нас балансированного не начнут, если мы забьем первые, то тогда может быть и перейдем к вот этой вот схеме с защитной, супер защитной, сверхзащитной, поэтому там уже посмотрим, в общем, Филкурс Парк, второй тур АПЛ, поехали, ну что же, Эвертон разыгрывает мяч в центре поля, первый тайм второго тура начинается для нас и посмотрим, мы забили первый, причем быстро в матче с Вестхэм, может быть и сейчас у нас получится свою игру и получилось, отбор хороший, до Кальверта Льюина пас дошел, он, как же сейчас было все здесь сыграно и Кальверт Льюин забивает во второй игре подряд, но, друзья, набирает, если форму этот нападающий, понятное дело, что он будет выходить в старте, допросит меня Антони Марсиаль, но я поверил в Кальверта Льюина, он меня сам попросил, чтобы я его выпустил на матч с Вестхэмом, пока что не хочу я переходить в защитную там тактику, выше идет, давайте вот сейчас вот уже я попробую на защитный, так, перешел я на защитный, уже настрой команды, схему, защитную, потому что, ну, не хочу я пропускать с первого же момента от Кристал Пэлоса забивает Эдуард, ну, супер просто, ну, здесь снова, значит, будем возвращаться мы в сбалансированный, потому что от защиты там толку никакого не будет, и вот снова мы пропускаем первый же момент, понятно, что и Вестхэм и Кристал Пэлос от нас пропустили тоже с первого момента, но мы все-таки такая команда, которая раньше вроде что-то из себя представляли, а теперь у нас просто какой-то проходной двор в обороне, я не знаю, с чем это связано, у нас и пять защитников, только толку от этих пяти защитников, и вот сейчас очень опасный был момент, Пикфорд выручает, слава богу, почему сразу же у нас вот такая вот расхлябанность идет после забитого меча, мы обязательно пропускаем, и снова Пикфорд, молодец, в итоге первый тайм заканчивается, счет 1-1, ну здесь и про нас можно сказать, что мы как-то отскочили, у нас один удар, один момент, у Кристал Пэлоса четыре удара, но все же, мы сразу же опять буквально почти сразу пропускаем, я не знаю, что делать с этим, пока что давайте так и будем продолжать сбалансированно играть, и так, две замены я провел, и у нас выручает Пикфорд, очередной момент опасный, ну вот сейчас посмотрим, Марсиаля выпустил, и Алексей Воби на фланг вместо Таунсенда, ну вот посмотрим, вот Марсиаль, хороший пас, еще и надо забивать, и надо забивать, и забивает у нас Дэвис, которого я и выпустил, сработала замена, при том, что смотрите, у нас два удара, момента один, как-то здесь по статистике пошел, но замечательно, и так, и снова у нас же опасный момент, и забивает Грей, вообще замечательно, я кстати не помню, я его, он со старта был, у нас, замечательно, теперь уже два момента нам записали, а я просто пока что делал замены, там на сверхзащитный уже переходил, при счете 1-2 в нашу пользу, но здесь уже надо просто не пропустить никого, сверхзащитный стоит, просто на вынос, Пикфорд выноси, спокойно, и все, наконец-то друзья, наша победа, вы посмотрите, сделал три замены, Грей забил со старта, он был, Дэвис забил, там через сколько, через 5 минут, буквально после того, как я его выпустил на это Докуре, замечательно, все было просто, замечательно, Кальверт Люин забивает очередную игру, надо бы попробовать в какой-то игре, у нас следующая вроде кубковая, и выпустить в старте Марсиале, просто посмотреть на него, как он будет себя вести на поле с первых минут, друзья, пришло предложение по Колману снова, и здесь уже английская премьер-лига, на горизонте, ну почему бы и нет, если приходит по нему предложение, это Уоллерхэмптон, давайте попробую, я не боюсь, а вот это вот правило бывших, отдавать игроков, чтобы они потом там забивали, нет, поэтому, 3500 я пытался его продать в бок, у меня получилось, давайте, я не знаю, там, ну 3300, почему бы и нет, так, они более-менее начинают выходить к нам на контакт, давайте 3, 170, все, мы договорились с Уоллерхэмптоном, поэтому команда, даже поинтереснее, чем мы, вроде как, по ходу прошлого сезона, они даже повыше заняли место, и вот Колман, почему бы и нет, посмотрит свои силы в другой команде, тоже команде английской премьер-лиги, и так, сообщение от Грей, я в хорошей форме, и прекрасно себя чувствую в последнее время, надеюсь, вы не оставите меня на скамейке, в следующей игре против Акрингстона, я подумаю, ну, Грей забил, ворота, ворота Кристал Пелеса, ну, давайте, я, во-первых, хотел второй состав, какой-нибудь там выпустить, с тем же Беговичем даже, вот, ну, что же, вот такой состав, не хочу рисковать, честно, поэтому пусть уж лучше Пикфор, действительно, стоит на воротах, Грея, поставил во второй состав, раз у него, вроде как, набирается форма, почему бы и нет, и также, поставил Тарковский, и Гуе, потому что, у двух игроков, были отрицательные тонусы, там, я решил, не рисковать, вот, ну, и может быть, в втором тайме, выйдет Колман, потому что игра, действительно, для него может быть, последняя за Эвертон, итак, у нас здесь Кубок Карабао, Эвертон против Акрингтона, поехали, итак, стартует матч, Эвертон, быстро его разыграл, но, если этой, команде мы не забьем, если уж пропустим, ладно, уж бы пропустили, но нам надо победить, и сесть на эту команду, но опасный момент, и, как мне казалось, в створ, вроде, пошел удар, но нет, слава богу, на первых минутах, не пропустили, в любом случае, играет, да, казалось бы, второй состав, но, четыре игрока из основы, и, вот, хороший момент был сейчас у Марсиаля, тот же Марсиаль, игрок, который должен был быть у нас, игроком стартового состава, но вот, из-за хорошей формы Кальверта Люина, кстати, забивает Пол Гейт, который с капитанской повязкой, и, вроде которого, я сдаю сейчас в аренду в Эльче, вообще супер, так, Марсиаль с мячом, аккуратно здесь прошел, на Дэвис отдал, Марсиаль, надо забивать, нет, второй момент уже был у Марсиаля в этом матче, так, распасовка в штрафной, Марсиаль, третий уже удар, два было в створ, сейчас нет, к сожалению, так, с мячом движется Эвертон, пас на Марсиаля, здесь такая более-менее скидочка, наверное, была, Марсиаль с мячом, пас, дальше идет и 2-0, и забивает и Вобби, тоже игрок, заметьте, не основного состава, потому что у нас, Таунсенд чаще выходит в старте, вот мы сейчас забиваем, на защитный, между прочим, посмотрите, на защитный, после первого забитого мяча, я перешел сразу на защитный, схема там вообще не меняется, просто некоторые, настройки этой схемы, немножечко меняются, то, что надо чуть-чуть, где-то поуже сыграть, где-то поменьше игроков у нас, при подаче там штрафную туже, ну вот, еще один момент, здесь уже заблокировали, игроки Акрингтона, ну просто, театр одного актера у нас здесь, точнее одной команды, 2 минуты добавил арбитр, и 3-0, еще и Идриса Буе забивает, он уже игрок, основного состава, но даже у него, получилось забить, 3-0, после первого тайма, вообще без моментов, просто, смотрите, просто 3 момента, я не знаю, как это засчитывать, что значит моменты, напишите в комментариях, я там не знаю, удары-то были у нас, причем и удары в створ были, но, вот как-то так, Марсиаль с мечом, сам движется, пас, дальше на фланг, ну, бить нужно, бить нужно, 4-0, и Вобби забивает дубль, отлично, но вот его можно будет поменять, там чуть попозже, того же Таунсэнда выпустить, который, в этом сезоне, еще у нас пока что, не забил, неплохо, вроде как проходит, на личном дриблинге, грей, пас, и нет, к сожалению, нет, голевых действий, от него мы не увидели, не знаю, там голевые передачи были, или нет, но вот, забивает Волли, тут уже без разницы, здесь уже играет Бегович, при счете просто, 3-0, я решил заменить основного вратаря, финальный цисток, разгромная победа, 4-1, в первой же нашей личной стадии, кубка Карабао, еще раз, давайте мы пробежимся, Холгейт, и Вобби, и Дрисагуе, забили, 4 у нас было момента, то есть мы все реализовали, вот у Акрингтона было 2 момента, при 2 ударах, как вот они так создали, но забили причем, то есть у них реализация, я так понимаю, получше даже, владение за нами, все, Колман провел, скорее всего, там свою последнюю уже игру за нас, забил также и Вобби, поэтому, все замечательно, и Вобби молодец, может быть даже, как-то его надо попробовать в старте, потому что вот забил игрок, именно, второго состава, так, Холгейт сдан в аренду, все замечательно, он ушел от нас в Эльче, после вот, отличной игры против Акрингтона, Грей, я действительно ценю то, что вы прислушаетесь ко мне, и даете играть, пока я в форме, ну вот, в форме-то в форме, скажем так, держать, но, к сожалению, против Акрингтона, он не забил, итак, у нас пошли проводы, Холгейта, давайте, скипнем, все, уходит на сезон в Эльче, поиграть, я не знаю, кстати, надо сейчас посмотреть, Ла Лига это, либо все-таки, второй испанский, чемпионат, надо бы глянуть, Эльче сейчас идет на восьмом месте, у них одно поражение, одна победа в двух матчах, поэтому для Холгейта, это просто отличный шанс, поиграть в топовом испанском чемпионате, понятно, за слабую команду, но все-таки, он будет там основным, против топовых команд, можно себя проявить, и с хорошим рейтингом, вернуться в Эвертон, в следующем сезоне, снова у нас предложение, Том Дэвис, хотят в Эспаньол, отклоняем, и Еремину, хотят у нас забрать, в Удинезе, но вот Удинезе и Эвертон, это практически одного, поля ягоды, то есть по Еврокубкам, тому обеих команд пролет, ну а тут я уже, так понимаю, проводы Коллмана, мы его продали в Волверхемптон, 3 миллиона 170 тысяч фунтов, мы за него получили, плохие переговоры, мы могли получить на 30 тысяч больше, но я пробовал, а там на 30 тысяч, да, я по сотням сбавлял, можно было, значит, там и получше, ну 30 тысяч нам бы вряд ли бы что-то дали, и так, три игрока, у нас отправляются в сборную, кстати, вот Пикфорд и Коди, два игрока сборной Англии, и вот Виталий Миколенко в сборную Украину, отправляется он, ну на этом мы закончим, сегодняшний выпуск, три матча отыграли, хотите увидеть неделю, карьеры за игрока, напоминаю, набираем 15 лайков, и сделаем карьеру, неделю карьеры за игрока, он, кстати, еще и Джонатан Давид, оказывается, перешел в МЮ, но это будет очень интересно посмотреть, Уэйн Руни против Манчестера Юнайт, это правда теперь на тренерском мостике, все это будет в следующем выпуске, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, с вами был Андрей, и канал Футбол, это ожиданно, на встрече, друзья, всем до свидания.